привет дорогие друзья я мало спал я лег в 6 часов практически в девять уже проснулся и тем не менее я даю все силы буквально чтобы вам было интересно чтобы вы смотрели мои ролики я нашел время нашел даже место потому что дома у меня сейчас невозможно записать ролик глеб спит во всех комнатах кто то есть я люблю это делать виден в одиночке в тишине поэтому чтобы записать сегодня ролик я поехал на дачу записываю ролик сегодня отсюда о чем я вам сегодня хотел сказать я даже список специально себе заготовил на бумажке написал во первых ну вы уже знаете что я что я уволился из налоговой еще в пятницу последний раз ну как уволился туда официально не устраивался просто ушел и начал поднимать бабки 65 долларов сегодня у нас день понедельника прошло три дня у меня на счету уже 180 долларов в бэдфайре и те кто предрекали мне слив номер 58 скорой пока не правы что будет потом покажет время но мы естественно верим в лучшее взгляните пожалуйста на экран я проводил опрос спрашивал людей кто верит в меня кто нет в то что я смогу за счет ставок отдать все свои долги я честно говоря думал что тех кто скажет да я верю что у тебя все получится именно за счет ставок будет наверно силы 3-4 человека не больше а их оказалось 24 но с учетом двух меня еще некоторые не проголосовали так как они в контакт давно не заходили их было бы еще больше это честно говоря меня даже удивило и приятно поразило но о том как подробно протекали ставки что там было вы можете прочитать моей текстовой группе сейчас у меня нет времени об этом рассказывать вот она ссылка на экране вступайте туда всех там жду а вчера в понедельник мне передали кроссовки специальный подарок для меня из другого города по почте спасибо тому кто это сделал не буду называть имен но большое спасибо надеюсь что они будут мне удобны сейчас я хочу рассказать о марии шараповой о ее матче с халеб именно его я смотрел до 6 утра я на него ставил в определенный момент я поступил очень мудро потом вступил очень не мудро об этом всем тоже читать моей текстовой группе в итоге она этом матче поднял 31 доллар сразу а сейчас я предлагаю вам небольшой небольшой ролик о том как это было о победе марии шараповой над симоной халеб а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Так вот, я увидел это на канале у Юлиуса и решил сделать у себя так же. Вы видите ссылку под роликом ниже, видите ссылку сейчас на экране. Вы можете по ней пройти и написать мне, так сказать, смс-ку, сообщение. Но к этому сообщению, в донате это подразумевается, прилагается некоторая сумма небольшая, типа это пожертвование на развитие моего YouTube-канала. Ну, грубо говоря, вы пишете, Серега, очень интересно смотреть твой канал. Вот тебе от чистого сердца там 50 рублей. Вот так это выглядит. Никогда я это не делал и вообще не был уверен, что это работает, но Юлиус меня заверил, что действительно что-то получается, что-то приходит. Ну, почему бы не попробовать? Вот ссылка на экране. Хотите меня хоть немного поддержать, кидайте, пишите мне какие-то подбадривающие тексты. Я вас уверяю, что эти деньги пойдут не на ставки, а именно на развитие канала. В частности, на рекламу, на покупку более современной камеры. Даже не на покупку, она у меня уже есть. Мне нужно купить просто аккумулятор и зарядку. В ней это 2000 в сумме. Вот на это это и пойдет. Еще я хочу сказать вам про то, что с этого ролика я решил вернуться в группу Дневник Папана. А, собственно, почему бы и нет. Даже сейчас, когда я там не рекламируюсь, у меня количество просмотров 200-300 штук. Я думаю, что оно резко возрастет, когда я туда вернусь. Особенно теперь, когда вы не про сливы будете смотреть в роликах, а про мой рост. Вы думали, что я буду сливаться всю жизнь. Как бы не так. Сейчас вы будете заходить и поражаться тому, как растет баланс. Напомню, что начинал я с 65 долларов. Сейчас у меня 180. А через пару недель будет уже совершенно другая цифра. Ну и в заключение вам покажу одну картинку. Мне прислал ее один мой приятель. Взгляните, вам ничего не напоминает? Все прямо в точку. Пока тут поработаю, потом что-нибудь найду. Зато соцпакет есть. Другие вообще без работы. В принципе, зарплата нормальная. Вот ипотеку выплачу и уволюсь. Так говорят обычные люди, мотивируя свое нежелание что-то менять в жизни. Их вроде все устраивает. Вот это болото, в котором они находятся, их устраивает. Ну еще много есть фразы про то, что сейчас у меня там ребенок маленький, еще что-то. Кстати, когда я сетевым маркетингом активно занимался, нам женщина одна уже добившись успеха рассказывала. Вот мне женщина одна говорит, вот у меня ребенок маленький, поэтому я не могу этим заниматься. А эта женщина, добившись успеха, ей отвечала. А я не так рассуждаю. У меня тоже есть маленький ребенок, и именно поэтому я и должна этим заниматься, чтобы обеспечить его, чтобы сделать это для него. Вот в этом и разница в подходе, в философии. Если вы сейчас тоже находитесь в этой галерии и тоже гребете, ну, призадумайтесь, какой из этих отмазок употребляете вы. Если вы от чистого сердца так считаете, что вот это и есть то, чего вы заслуживаете всю жизнь, ну, пожалуйста, я за вас рад. Я же говорил, я ничего не имею против обычной работы. Действительно, кто-то же должен работать тоже, как говорил наш Сергей Владимирович из Арифлейна. Кто-то же должен работать в банке, чтобы выдавать мне деньги, когда я прихожу. Кто-то же должен стричь меня в парикмахерской. Кто-то же должен ремонтировать мою машину. Не всем же заниматься сетевым маркетингом? Конечно, не всем. Поэтому 95% людей, в принципе, гребут вот в этой вот галерии, а 5% не готовы там грести. Есть ещё люди, которые там гребут, но тоже стремятся оттуда выбраться, как только доедут до суши. Подумайте об этом, когда снова пойдёте на работу. Вспомните эту картинку с галерой и задайте себе вопрос. Вы там будете, хотите продолжать находиться или хотите находиться на причале и набирать себе команду, которая будет грести эту галеру? Я с вами прощаюсь сегодня, господа. Я сегодня не спал и, наверное, и не буду. Меня ждёт двухнедельный марафон ещё на US Open. В таком режиме, сон по 3 часа в сутки, я, наверное, проработаю 2 недели. Это для тех, кто говорит, что ставки – это не работа, это потери времени, это фигня, это хобби. Вы думаете, это вот так вот просто? Я вчера начал в 8 утра работать и в 6 утра сегодня закончил. 22-часовой рабочий день практически. Но вот сегодня у меня небольшой перерыв. Ну, я что, отдыхаю, думаете? Я вот его потратил на разборку дома, на улучшение эргономики своего рабочего места, на запись вам ролика. У меня ни минуты не проходит в отдыхе. Даже когда я еду играть в теннис, это во многом для того, чтобы набраться каких-то сил физических, психологических для нового рывка, а не для того, чтобы просто отдыхать. Чао, друзья!